Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот и нас посетила. Видите, что у нас творится? У нас дождь! У нас сегодня дождь, гроза, громы. Вот муж ездил в других районах города, говорил, что два раза даже попал под град. Град нас миловал. Но, представьте, я посмотрела погоду, в ближайшие 12 дней у нас будут дожди. Это сегодня первый день. Ладно, я думаю, ну пусть намочит. Завтра уже он нам надоест, а потом уже будем выть и вспоминать наше тепло, которое было, жару. И будем говорить, ой, скорее бы жара вернулась. Я стою, будете смеяться, сейчас стою в шортяных носках, в махровом халате, с капюшоном на голове, потому что уши и нос мерзнет. У меня сейчас 12 градусов. Это 3 дня. Ну, обед, то есть. Написано в интернете, что ощущается как 9, но это действительно, правда, очень холодно. Вот сейчас держу камеру, у меня пальцы замерзли. Ну и нос и уши уже, говорила, замерзли. Будут вот такие показатели. И с ночными температурами 7-8 градусов. Сегодня вот будущая ночь будет 7 градусов, последующая будет там 8-9, вот так. Конечно, это испытание, особенно для растений, 7 градусов ночных, это маловато. Но, вот, например, для наших, вот для моей, вот этой рассады, ее уже назвать как-то, язык не поворачивается. Для моей рассады взрослой, то есть для вот этих доматов, 7-8 градусов, это уже не критично. Они уже, у них одервеневшие стволики, у них уже такая листва. Ее молодой не назовешь, потому что они все с завязью, 7-8 градусов ночные, кратковременные. Мы переживем без проблем. Главное, чтобы не было ниже. Помните, была, когда весна до 3 градусов? 3 градуса, прям кратковременные. Это для нас ничего. Конечно, не очень хочется вот в такую погоду работать. Вы видите, что у меня темно, как ночью. И сколько бы я не водила камерой по небу, я даже не могу найти, в каком месте солнце спряталось. Хотя день же, вот обед, оно должно быть где-то вот там, но его нигде нет. Все, короче, к нам пришел тот холод, от которого выли и тряслися все остальные граждане России, наши соотечественники. Но ничего, нам после двух месяцев жары, может быть, даже это и к лучшему, потому что у нас растения больше страдали вот от такого, от повышенной температуры. Сегодня у меня обзор с опозданием, я делаю в обед, потому что, так как мы высадку закончили, я с утра, уже видя прогноз, что будет после обеда дождь и плохая погода, я с утра поторопилась, скорее сняла видео о подкормках, вот называется мое мнение о подкормках, потом видео первое впечатление об Уральской теплице, об Чудо-теплице, потому что я с этой вот, с высадкой упускаю некоторые темы. Это охота рассказать, это охота рассказать, охота ответить на вопросы зрителей и вот это-то, вот это-то, вот это, но времени не было, ооо, зачастил дождь. Поэтому обзор такой нынче поздний и очень короткий, потому что дождь. Вот все, у нас впереди две недели дождей, я, конечно, буду тоже вам показывать, вот как в жару вели себя вот эти мои растения, вы уже видели, им-то ничего страшного, это нам только тяжело было работать, а они вот выглядят прекрасно, повзрослевшие, здоровые, все. Теперь буду показывать, как они после полмесяца дождей будут выглядеть. И, возможно, сырая погода, дождливая погода, возможно, будет провоцировать появление каких-то заболеваний или еще каких-то неприятностей. Все, что я буду делать, я, как всегда, буду вам показывать. Хочу ответить на вопрос, который очень часто встречается в комментариях. Я в прошлом году замучилась отвечать, ну, вот сегодня опять прочитала, ну, невозможно одному такие плантации обрабатывать. Я всегда спрашиваю, а вы пробовали? Ну, вы же, если не пробовали, откуда можете знать? У меня участок не больше других, у меня тоже 7 соток. Я же не обрабатываю одна 15 соток или 20 соток. И до этого года я одна прекрасно справлялась. И высаживала одна, и подвязывала одна, и пасынковала во одна. В этом году мне помогает Катя, ну, как я уже сказала, помощь эта иногда бывает в кавычках условная. Я вчера ее попросила пропасынковать вон там во Франкенштейне, там некоторые заросли, показала, как все ушло. Видели, что я была вчера с Марком. Поздно пришла, и оказалось очень поздно. Томаты стояли голенькие, удаленные, не только пасынки, но и листики. Все, 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 все до самой макушечки. И когда я сказала, Катя, ну листья нельзя обрезать, она просто сказала, а я не знала. Вот видите, как обучать человека. Ну, конечно, я понимаю, что если человек не знает, он откуда знает. Она мне объяснила очень просто. А чтоб легко было проходить. Ну, и тогда я ей сказала, мы делаем не как лучше для нас, а как лучше для них. Чтобы легко проходить, сказала я Кате, мне надо во всех теплицах тогда вообще их сделать лысыми, пусть они стоят без листьев. И ничего они тогда нам не дадут. Ну, все, дождь усилился, я побежала. И про то, что одному можно или нет, можно вырастить все это и одному, если оптимизировать весь вот этот свой процесс. Я и посеяла каждое семечко, я лично, все эти я никому не доверяла. И посеяла, и перевалку делала, и высаживали. Вот высаживали мы с Катей уже. Но все это реально. Ой, мне прям так приятно, что их дождик польет натуральный. Но что-то холода вот эти меня пугает. Все, до свидания, побежала домой. Ну, вот в такие холодные ночи, когда 7 или 8 градусов, я расстраиваюсь только об огурцах. Потому что 7 градусов для них очень мало. Вот сейчас 11 градусов, и то холодно. И я вот эту теплицу, в которой растут эти огурцы для раннего урожая, я прикрыла. Потому что ночью будет еще холоднее, и у них начнется процесс торможения. Придется теплицу с огурцами закрывать на каждую ночь. Я даже не успела добежать до дому, обрушилось с неба такое огромное количество воды. Я может сказала, вот и до нас обрушилась манна небесная. Как я давно хотела, чтобы огород палился. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы чередовался дождь с теплой погодой. Но 2 недели придется терпеть. Смотрите, сплошным потоком. Сейчас помоют придомовую теплицу. Ой-ой-ой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...